13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. В гостях нашей программы директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев, Азиз Олевич. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня, уже буквально сейчас, рабочая группа Госдумы обсуждает перенос кинотеатров на нижние этажи торговых центров. Депутаты от «Единой России» предлагают обязательно размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году. Они заявляют, что привлекаются эксперты и специалисты не только в области обеспечения противопожарной иных видов безопасности, но и также в области государственного управления, строительства, уголовного, гражданского и охранного законодательства. Обсуждается вопрос о переформатировании политики деятельности торговых и развлекательных центров, таким образом, чтобы детские развлекательные центры и кинотеатры находились на первых этажах. И депутаты от «Единой России» хотят, чтобы уже в этом году, в конце года, вся работа с точки зрения нормативного правового регулирования была завершена. Как Вы к этой инициативе депутатов относитесь? Я отношусь неоднозначно к этой инициативе, потому что, с одной стороны, все их действия благими намерениями оправдываются, с другой стороны, если посмотреть, ведь все следствие кемеровской трагедии, если посмотреть на ситуацию, которая была в Хемерово, мы видели, что, собственно говоря, людям было выйти некуда из этого торгово-развлекательного центра. Допустим, что это будет одноэтажный торговый центр, в котором будет открыт и работать всего один выход. И вдруг случится такая ситуация. Ну, может, мы увидим, что спаслись больше людей, да? Но, скорее всего, результат при такой ситуации, когда из-за дыма, гари, ядовитых газов ничего не видно, то результат будет близок к тому, что был в Хемерово. То есть, речь идет не о том, что... Вот о чем я хочу сказать, что вопрос не в том, на каком этаже, хотя, наверное, это тоже важно, что люди, вдруг, найдя какой-то выход, могли бы выпрыгнуть, условно говоря, а не выйти в дверь, да? А речь идет о том, чтобы с любого этажа должна быть возможность людям просто, легко и через короткое время выйти из этого помещения. А дальше, пусть и на пятом этаже, чтобы с этого пятого этажа можно было спокойно спуститься. А перенос или принятие такого нормативного акта, перенос на первый этаж, говорит о том, что мы фактически перенесли, вот мы какие депутаты хорошие, значит, сделали, типа, свое дело, вот заставляем их перенести, и, значит, шансов там угореть и отравиться будет меньше. А все остальные-то вопросы, которые являются не менее важными, а скорее всего, более важными, можно ли с первого этажа выйти людям во время, значит, каких-то чрезвычайных ситуаций? Они ведь остаются без ответа. Вот можно в таких помещениях, в которых, в производственных там помещениях, у которых даже перекрытий в свое время не было, они просто планировались там метров 10-20, не знаю сколько, и которые специально потом делались, строились этажи, можно в таких помещениях вообще строить торгово-развлекательные комплексы? Или они должны сразу предусматривать все варианты спасения людей, потому что это место массового скопления людей? Вот на эти вопросы этот нормативный акт ответов ведь не дает. Тем не менее, как Вы оцениваете перспективы вот такой законодательной инициативы, насколько она проходная, да, и еще раз напоминаю, хотят обязать размещать кинотеатры и детские комплексы? Ну, проходная или не проходная, ну, я думаю, что, наверное, они рано или поздно его примут, но, скорее всего, подзадержат чуть-чуть. В нашем эфире, вот тоже в программе «Особое мнение», депутат УЗС прошлых созывов Дмитрий Русских сказал, что это плохо скажется на бизнесе, и торговые центры, если бы это незаконодательно было утверждено, не пошли бы по доброй воле на то, чтобы перемещать развлекательные центры и кинотеатры на первых этажах, просто потому что есть законы маркетинга, первые этажи торговых центров самые дорогие, и туда встают наиболее доходные виды бизнеса, мы видим там парфюмерные магазины, продуктовые, брендовые магазины, магазин, который продает ювелирные украшения, и таким образом, если будет такое искусственное перемещение, то экономика торговых центров будет подорвана. Ну, если будет принт нормативный акт, он становится обязательным для всех, это значит, ни у кого не будет на первом этаже торговых площадей, а все площади развлекательные, детские и кинотеатры будут на первом этаже, то, соответственно, здесь не будет ни у кого конкурентного преимущества, то есть нормативный акт говорит о том, что у всех будут на первом этаже размещаться кинотеатры, детские центры, развлекательные центры. Это означает, что законы маркетинга в данном случае не работают. К чему это приведет? Ни к чему не приведет. Если будут хорошие, удобные подъемы на второй этаж, люди будут приходить именно в тот торговый центр, в котором можно легко, как на первом этаже, подняться к торговым магазинам. Вот и все. Ну, если мы говорим о законах маркетинга, то и Александр Добрушкис, коммерческий директор торгового центра «Европейский», говорит, что ведь большая, почему выгодно размещаться на первых этажах и брать за это арендную плату повышенную, потому что велик процент случайных покупок, пока люди добираются до развлекательных центров. То есть отсекается сразу большой пласт покупателей, и это скажется на экономике. Ну, наверное, в этом есть определенная доля истины. Наверное, какая-то часть случайных покупателей там будет отрезана. Но случайные покупки... То есть тут надо анализы определенные делать. Речь идет о том, что случайные покупки обычно совершают просто шопоголики. То есть это, ну, сродни с некой, так сказать, болезнью. А им, собственно говоря, случайно зайти все равно куда, на второй этаж или на первый этаж. Если они придут в развлекательный центр и увидят, что, о, смотрите, на втором этаже тут развлекательный, я думаю, что они поднимутся туда, и ребенка своего поднимут, потом скажут ребенку, что вот, пойдем, я тебе тоже подарочек какой-нибудь куплю, как обычно. Такие законодательные акты, такие инициативы, чем бы они ни были вызваны. Вы правильно совершенно отметили в начале нашей программы, что безопасность пожарная должна быть на всех этажах, а не только в развлекательных центрах. И нужно думать о людях, которые, где бы они ни ходили, в таком центре были спасены в случае чрезвычайной ситуации. Вот принятие таких, быстрое принятие подобных законодательных инициатив, еще раз, как скажется на развитие этого вида бизнесов? Сокращение торговых центров, перепрофилирование торговых центров, строительство, развитие сети кинотеатров отдельно стоящих? Ну, перспектив отдельно стоящих кинотеатров, ну, очень туманны, с моей точки зрения. То есть, все равно это должен быть развлекательный центр минимум. То есть, это не просто кинотеатр, а еще что-то. Батутный центр, детский центр, там, не знаю, пластиковый лед. Чтобы там можно было, помимо того, чтобы в кино сходить, еще чем-то позаниматься. Я думаю, что именно так будет лучше. Что касается того, что они будут перепрофилированы, ну, какая-то часть, наверное, будет перепрофилирована. Потому что, ну, в конце концов, если не сами предприниматели, то, наверное, власть должна прийти к выводу, что в таких местах недопустимо устраивать места массового скопления людей, либо эти торговые центры, которые там на месте бывших корпусов промышленных предприятий построены, либо там должны быть максимально оборудованы пути спасения людей из этих мест. Сейчас прерывается буквально на полминуты. Насчет максимального оборудования и пути спасения существующих торговых центров по городу Кирову мы поговорим сразу после перерыва, потому что Кировский МЧС заявляет, что большое количество торговых центров у нас не соответствует попросту. Огромное количество десятки, несколько десятков нарушений по каждому торговому центру. И не называются эти торговые центры, но указано, что несколько из них, порядка шести, если не больше, имеют неисправимые недостатки. К чему это приведет, обсудим через полминуту. Особое мнение в эфире нашей радиостанции, его высказывает сегодня директор аудиторской консультационной компании Business Inform Азиз Агаев. Кировский МЧС на прошлой неделе на пресс-конференции заявила, что у нас порядка шести, если я не ошибаюсь, торговых центров имеют такие недостатки, неисправимые в части безопасности именно пожарной безопасности, что им проще закрыться. Названия этих торговых центров не указываются, но и тут непонятно вообще все-таки. Они закроются, не закроются. Почему не называют их по имени, потому что это ведь сказывается на нашей безопасности. И не произойдет ли в Кирове уже конкретно тоже какое-то перераспределение, не пределы, а перераспределение рынка. Что последует за заявлениями МЧС, за всеми этими проверками, которые мы наблюдали в течение недели? Ведь вы видели потоки машин, специализированной техники, учений. Ну, я считаю, что такие вещи, то есть результаты таких проверок не могут быть тайны и не должны быть тайны. Поэтому, с моей точки зрения, даже в соответствии с законодательствами, их можно обнародовать. И, наверное, нужно обнародовать. Просто я думаю, что в число этих торгово-развлекательных центров попали, наверное, такие, куда люди больше ходят и так далее. И тут вопрос в том, что они сейчас руководствуются, скорее всего, как бы не навредить этим торгово-развлекательным центрам. Потому что здесь нужно подходить с точки зрения, что требования, которые, когда эти торговые центры сдавались, и требования, которые есть сейчас, они могут отличаться. Скажем, там, я не специалист в этих вопросах, сразу оговариваюсь. Ну, скажем, там, где-то вот раньше, допустим, было применять там порошковую систему пожаротушения. А сейчас в обязательном порядке, например, говорю, нужно, чтобы это была водяная система пожаротушения. И перестройка, наверное, будет стоить серьезных денег. Всегда можете, конечно, вы задать вопрос, а как это соотносится с стоимостью человеческой жизни, и так далее, и так далее. Но я не хотел бы сейчас углубляться именно в этот вопрос, потому что ответы на эти вопросы, они всегда достаточно очевидны. Но помимо вот системы пожаротушения, системы оповещения, вот все-таки есть более важный вопрос, куда человеку бежать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И если в этих торговых центрах, еще раз говорю, если там действительно неисправимая ситуация, то есть потому что стену нельзя, например, сделать, проход в этой стене, там, рушить, чтобы проход сделать для людей, или по каким-то другим причинам нельзя, максимальное число выходов для людей сделать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, то, конечно, недопустимо в таких местах даже с системой пожаротушения. Надо закрывать. Надо закрывать, потому что я считаю, что любая система, она всегда имеет ошибки. И мы рано или поздно можем получить жертвы в результате того, что не сработала система пожаротушения, не сработала система оповещения, система освещения, еще чего-то, потому что вы понимаете, что когда человек в чрезвычайной ситуации, вдруг гаснет свет, и вдруг дым заволакивает, и не знаешь, куда, потому что ты же не дома, ты не знаешь, где у тебя выход находится. Это из дома можно выбежать на раз-два, потому что ты с закрытыми глазами можешь и знаешь, куда, в какую сторону бежать. А в торгово-развлекательном центре, где ты приходишь раз в месяц, два в месяц, ну пусть четыре раза в месяц, там, по выходным, что большинство, наверное, составляет. Ты ведь не знаешь, в какую сторону бежать. Особенно в такой ситуации. Это понятно, что очень близкая и, скорее всего, ситуация паники, когда мозги работают в последнюю очередь. Азий Салевич, правильно я вас поняла, в первую очередь обнародовать название всех центров и недостатки, во-вторых, при невозможности исправить, закрывать. Да. К следующему вопросу перейдем. На прошлой неделе стал известен региональный оператор по сбору, обработке и утилизации за хранение мусора. Гороскоп предприятие Куприт этим будет заниматься на всей территории Кировской области. Понятен ли вам итог этого конкурса и не смущает ли вас, что на конкурс заявилось только одно предприятие? Ни внешнего оператора, ни там, мы говорим сейчас о Куприте, да, ни САХ не зашел? Ну, меня не смущает, потому что можно было, в принципе, для того, чтобы никого не смущало, можно было бы организовать участие и 10 участников. Вы же прекрасно понимаете, да, это формально можно организовать все, что угодно. Просто на территории Кировской области не нашлось более организаций, организаций, которые были бы так или иначе способны заниматься этой работой, то есть имели бы достаточное количество ресурсов, а Кировская область федеральных игроков в этом смысле не заинтересовала. То, что Куприт станет региональным оператором, как вы это оцениваете, потянет ли? У Куприта я думаю, что есть достаточно сильные стороны, которые позволили бы этой организации действительно стать региональным оператором. Какие? То есть это команда, это знание, это умение, это желание и, как это вам сказать, ответственное желание. То есть я просто лично знаю как бы директора и я знаю, с каким, то есть это не потирание рук и не хлопание ладоши, что мы победили и участвовали, а это очень такое основательно задумчивое отношение к тому, что если вдруг мы станем региональным оператором, то есть там сразу... Как же ресурсы вы говорите? А остальные ресурсы? С остальными ресурсами, что касается... Да, с этим придется, я думаю, что им работать. То есть в том смысле, что это все придется что-то докупать, что-то достраивать, что-то получать дополнительно и в этом смысле без вот этого дополнительного дополнительного оплаты со стороны населения, потому что государство сегодня это перекладывает на плечи населения с помощью тарифов. Если не будет таких средств финансовых, то, конечно, у Курплита не будет возможности справиться с этой задачей. Ну, с тарифами-то все уже понятно. Уже несколько лет предупреждается момент принятия этого закона, что тариф будет изменен, он будет у нас в питанцах, мы будем все платить за мусор, хотим мы этого или не хотим, а что, наверное, правильно, как вы это оцените? Правильно, если бы просто за мусор, то есть я уже как потребитель, да, а когда вопрос строительства этой инфраструктуры государство возлагает на население, с моей точки неправильно, мы будем своих тариф оплачивать создание ресурсов для переработки мусора. Знаете, ко мне удивила новость, буквально она была вчера и сегодня произнесена, в связи с вот этими мусорными бунтами в Подмосковье, да, с трагическими событиями в Волоколамске, было заявлено губернатором Московской области, что Москва решит проблему строительства мусороперерабатывающих выжигательных заводов в течение трех-пяти лет, в течение пяти лет полностью. Вот это очень странно, то есть годами, десятилетиями ничего не делалось, и тут произошла трагедия, люди вышли на митинги, люди перегораживали дороги, и вдруг откуда-то обнаруживаются ресурсы, а мы говорим, что строительство таких заводов это безумные ресурсы, да, и в Кировской области до сих пор говорят, что нет таких ресурсов, непонятно, где про инвесторов, а в Московской области бац, и они находятся, и за три-пять лет все будет решено. Не смущает вас это заявление? Переходим в некую политическую плоскость, да? Нет, нет, чисто экономическую, Владислав Ильич. Не смущает, потому что, значит, до этого петух не клюнул в задницу губернатора Московской области, а сейчас клюнул, потому что, ну где было видно такое, чтобы люди вдруг самоорганизовались, и вышли на протесты, и не просто какие-то там, как они любят сказать, оппозиционеры, а вышли самые обычные люди, которых вдруг взволновала, значит, среда, в которой они живут, и они вышли, ведь, смотрите, без политических как бы требований, но, в то же время, эти политические требования вытекают непосредственно из-за их протестов, потому что, кто не сделал, не сделала власть, которая до этого, уже, исходя из сказанного, имела такую возможность, это то же самое, о чем я всегда говорю на ваших передачах, у нас, несмотря на наш маленький бюджет, достаточно ресурсов для решения всех наших проблем, нужно меньше красть и неэффективно использовать эти ресурсы, потому что иногда посмотришь там на конкурсы, иногда посмотришь там на техзадания, которые размещаются, и тебя просто удивляет, что вообще можно такое техзадание размещать. Значит ли это, исходя из ваших слов, что и в Кировской области эти ресурсы есть, и вполне возможно было бы строить мусороперерабатывающие предприятия в перспективе пятилетия? Да, я считаю, что в Кировской области есть. Следующий вопрос по нашему замечательному аэропорту Победилово. В Победилово хотят увеличить доходы за счет дополнительных услуг, в частности открытия кафе, где люди могли бы, ожидая, тратить свои деньги. Как вы к этому относитесь? Ну, опять же, экономически. Только экономика, никакой политики, Алиса Ильич. Ну, какие могут быть сервисные услуги, если там нет проходимости? То есть, специально заезжать, это мы когда-то в советское время специально заезжали в аэропорт, потому что там, хотя, там постоянно как бы самолеты летали и в село, и в Москву, там были лучшие рестораны. Да, совершенно верно. На вокзале. Да, на вокзале и в аэропорту были почему-то лучшие рестораны, потому что туда и ездили. Но сейчас у нас в городе, ну, слава Богу, есть достаточно приличных, так сказать, точек, где можно такие провести мероприятия, и люди не ездят в аэропорт, чтобы покушать там. И не задерживают. И не задерживают. Соответственно, туда, в шоколадницу кто будет заходить? В шоколадницу будут заходить люди, которые приехали сесть в самолет и у которых есть перед вылетом там пару минут, но если нет рейса, то чтобы зайти в шоколадницу или там в какое-то кафе, что ли, люди будут в аэропорт, ну, это абсурд. Поэтому для того, чтобы выйти, да и вообще, на самом деле, озвучивать и слушать, вот если бы какой-нибудь директор мне значит, озвучил там подотчетный там директор какой-нибудь, что вот он именно так собирается выйти на прибыльность, я бы сразу этого директора уволил. Потому что прежде нужно увеличить пассажиропоток. Пассажиропоток с помощью кафе не увеличивается. Ну, вот новость о последнего времени, буквально вчерашнего дня, North Wing Airlines возобновляет сотрудничество с Кировым и будет обеспечивать в летний период времени полеты в Симферополь и в Крым, замещая саратовские авиалинии таким образом, хотя саратовские авиалинии до сих пор в расписании там еще висят. это увеличит пассажиропоток? Ну, сколько рейсов будет, все от этого зависит, но я бы вот, как пассажир... Шесть раз в неделю. Ну, сколько то увеличит, смотря какие самолеты будут. Какие самолеты будут? Не могу сказать, сейчас открою на улице. Вы имеете в виду по количеству мест? Да, по количеству мест, потому что еще непонятно, сколько кировчан готовы лететь в Крым, отдыхать. есть масса других мест и дешевых, и дорогих, куда люди могут съездить, отдохнуть. А самое интересное, я лично, как пассажир, прежде всего, как минимум, хотел бы лететь на самолет авиакомпании, который, как минимум, не хуже, чем... имеет самолет, не хуже, чем в Руслайне. Уже ухудшать, как это было с саратовскими авиалиниями, мне не хочется. И я, скорее всего, не полечу на таких самолетах. Поэтому я предварительно посмотрю, почитаю отзывы об этой North Wings авиа. Стоит ли? Или лучше пешочком куда-нибудь уже, так сказать? В поход. В поход. По окрестностям Кирова. Живее будешь. Да, и все-таки я так понимаю, что по вашим ощущениям не открытие каких-то дополнительных услуг в самом аэропорту потребительских, не летний период с полетами в Крым экономику Победилова не поправят? Нет. Нет. А что поправят, коротко? Нужно, как минимум, чтобы в день крупных самолетов прилетало улетало наверное штук 4. На каком направлении? Во всех направлениях юг, восток, запад, то есть во всех направлениях. Я почему об этом спрашиваю? Потому что депутат русских, на который мы уже сегодня ссылались, он прежде всего называет необходимость восстановить активное сообщение с Москвой, увеличить количество веществ. В том числе с Москвой надо хотя бы раза 3 в день летать. Вам удобно сейчас летать если бедила Москву? Не всегда. Не всегда удобно, потому что видите, у нас связь транспортная в стране такая, что чтобы куда-то еще уехать приходится стыковать. Например, я не могу лететь на юг в Баку, например, из Кирова. Приходится лететь через Москву? Приходится лететь через Москву, либо через Казань, либо еще так. В Казань мы теперь вообще не можем на самолете попасть, да? Или там куда-то к своим друзьям, родственникам и так далее. Нам приходится через Москву. Поэтому там стыковочно ищешь варианты. Ну, находятся иногда, иногда не находятся, приходится где-то переночевать. Поэтому просто как пассажир совсем абсолютно неудобно. А потом есть такие направления, на которых мне кажется люди тоже часто летали, например, в Сктывкар. С которым все никак не наладились. С которым как-никак не наладились. Хотя были такие данные. Не прерваемся сейчас на полторы минуты. Это программа «Особое мнение». Его высказывает сегодня директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, и особое мнение свое сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Азиз Альич, поговорим о городе, его благоустройстве и развитии. Сейчас особенно, когда ходишь сейчас по дорогам, когда не знаешь, куда ступить людям, мне просто стыдно за город. Ну, если мы с вами уже не раз здесь оценивали зимнюю уборку улиц и говорили, что в этом году все-таки она значительно отличается от того, что мы видели в прошлые годы. Улицы чистились, и даже тротуары, и кое-где вывозился снег. Очевидно, нам и слушатели звонили, говорили об этом. То какую картину вы наблюдаете сейчас? Где главная проблемная зона? Боюсь сказать, что везде, кроме квадрата, где расположена администрация Кировской области. Театральная площадь. Театральная площадь. И то есть здесь парковка страшная. Так, ну давайте все-таки, что мы видим вот сейчас? Тает снег. Что мы видим на улице? Мы видим огромные ямы сложные. Мы видим, что по тротуарам не пройти практически бывает. Мы видим, что, к сожалению, даже на прошлогодних отремонтированных дорогах сегодня ямы, по которым уже колеса стучат. А это уже Васильевские строили. Ну не Васильевские, а при Васильеве, так скажем, при новой команде. Ну хорошо, при Васильеве, так сказать. Пусть по-вашему будет. Хотя я остался... Нет, пусть будет по-вашему. Мы видим, что в этом смысле, что, собственно говоря, о благоустройстве города мало кто заботится, только больше говорят. Так бы сказать. Ну давайте про то, что поговорят. Да, сейчас тоже с Вами побеседуем. На прошлой неделе в пятницу состоялась встреча архитекторов двух московских школ Марш-Лаб и архитектурного бюро Вау-Хаус. Они приезжали по приглашению Игоря Васильева. И была встреча с общественностью, где московские архитекторы просто обозначили свой взгляд на Киров, видят ли они перспективы развития общественных пространств, внимания здесь. И уделили особое внимание набережной, сети оврагов и центральному рынку. Это насчет внимания наших властей к развитию города, если мы будем говорить именно об общественных пространствах, внешнем благоустройстве и таких пространствах, которые люди посещают. Внимание наших властей. Которые люди посещают, да. Вы читали эти материалы, смотрели. Здесь Вы тоже видите, что это пустые инициативы? Я вижу, что это... Вы говорите, городом не занимаются власти. Я вижу, что это просто пиар-компания, приглашение сторонних архитекторов. Мы когда приглашаем, ну в принципе это нормальные управленческие принципы, приглашать сторонних специалистов. Но ты приглашаешь сторонних специалистов, как правило, после того, как у тебя у самого готова концепция развития общественных пространств. А если... Вы считаете, ее нет этой концепции? Ее нет. Она есть в какой-то степени обрывочно в головах общественников, кто занимается развитием общественного пространства. То есть я от Вас слышу, ищу от кого-то там где-то в публикации... Но мы не специалисты. Но Вы не специалисты. Вы просто... Как Вам видится, Вы об этом говорите, и как Вам желается, пытается вокруг себя обустроить. А концепции развития общественного пространства нет в Кирове. Так может быть, поэтому и приглашают сторонних специалистов, чтобы начать с ними работу, потому что нет собственных специалистов, которые... Когда ты приглашаешь, если у тебя нет собственной концепции, и ты не можешь составить такую концепцию, а я думаю, что многие наши специалисты бы возразили, что они не могут это сделать. Они возражают. То ты сначала констатируешь этот факт. То есть, опять говорю, как специалист по управлению. То есть нужно честно признаться. Ты сначала говоришь, нет, у нас нет специалистов, которые могут в этом направлении работать. И после этого ты ищешь специалиста на стороне. Потому что вся эта болтология и пиар-компания уже, честно говоря, надоели. Что Вас уверит в том, что это не пиар-компания, а пускай первые, но шаги, и шаги уверенные, да? Которые делают руководители области и города для того, чтобы областной центр менялся. Что Вас убедит? Что Вы должны увидеть, пощупать, не знаю, где побывать? Я должен увидеть нормативно утвержденный перечень мест общественного пространства, которые мы собираемся изменить. Утвержденный перечень. Мы его утверждаем. Потом говорим, окей, выделяем такие-то денежные средства на то, чтобы эти общественные пространства были приведены, ну, если не в совершенное состояние, то близкое к совершенству. И после этого мы говорим, все, давайте ваши проекты. Мы из этих проектов начнем. Вот, понимаете, тогда отпадет необходимость приглашать кого-то. То есть мы объявим соответствующий установленный конкурс. Люди выберут на этом конкурсе. Мы пригласим этих специалистов, которых пригласил сюда, значит, губернатор. Скажем, ребят, у Вас есть видение, да, Вы молодцы, Вы же не для приара приехали, наверное, да, Вы просто свое видение есть. Давайте, реализовывайте Ваше видение, участвуйте в конкурсе, покажите Ваше видение. То есть пойти от обратно, сначала самим определить, а потом специалистов приглашать, а не сначала выслушать все взгляды специалистов изнутри и снаружи, а потом уже определить пространство. Такой путь, скорее всего, правильнее у нас, в Кировской области. Хотя, может быть, в городе Кирове, может быть, и другой вариант тоже возможен. Тогда он должен быть более целостный взгляд на город. То есть тогда мы должны просто посмотреть на город, ну, как бы сверху, и сказать, что вот такие-то, такие-то общественные пространства. То есть концептуально, да. Понятно, что когда ты разродил на отдельные места, благоустраиваешь, вроде как, ну, у нас же единый город. То есть если мы хотим единый стиль в городе видеть, понятно, что сразу должны единый взгляд подавать там на благоустройство города. Хотя первое второму не противоречит, и второе первому тоже, ну, с моей точки зрения. Опять я прошу учесть, что я не специалист по дизайну и архитектуре. Но пока Вы не видите конкретных шагов, которые убедили бы Вас, что будет результат. Не вижу. А еще один замечательный совершенно новостной повод у нас возник на прошлой, даже на этой неделе. В генплан города предлагают включить троллейбусный маршрут до Кирова-Чапецка. И предложение это исходит от депутата городской думы Николая Барсукова. Как Вам нравится эта история? Ну, видимо, слышал звон, да не знает, как бы, откуда он. Ну, а господин Барсуков все-таки основывается на том, что ожидается создание некой агломерации, о которой много говорят, Киров-Чапецка-Слободской. Он покопался на форумах Шаклеинских и Белыховских, видимо, оттуда как бы, потому что этот вопрос еще при Шаклеине начинал обсуждаться. Потом при Белыхе, я помню, что вопрос активно достаточно обсуждался по созданию агломерации. И троллейбусный маршрут, он обсуждался, но не в нынешнем виде. Обсуждался, что после строительства моста где-то там у Новоавиатска, да, через Новоавиатск напрямую в Чапецк, там будет 20 километров всего расстояние до Чапецка, и там пустить, значит, троллейбусный маршрут. Там еще и про электричку говорили. Что-то Бурсков, видимо, не дочитал как бы все материалы этих вот форумов. Там говорилось и об электричках, непосредственно электричках Чапецка и Киров. То есть, когда уже мост будет, то какие проблемы-то? Раз-два, и ты на месте. Вот такие заявления депутатов городской думы, когда вы слышите, о чем вам говорят? Говорят о том, что очень много депутатов городской думы непригодны профессионально. Ну, может быть, как генераторы идей. Генераторы идей? В смысле, как плагиаторы идей? Уж не знаю, это как, как вы посчитаете. Ну, я вам говорю, что эти идеи, они опубликованы, они есть на форумах. И несложно как бы рассчитывать на то, что мы не знаем об этом или мы не помним. Мы все люди, кто участвовал в этих форумах, они все помнят эти идеи. Они активно разрабатывались. Да вы можете вот Шевелева пригласить, он вам наизусть, наверное, озвучит все такие идеи, которые мы обсуждали и при Шаклении, и при Белыхе. Последний вопрос непосредственно к вам обращенный. Вы достаточно критично сейчас комментируете инициативы, которые возникают со стороны городского ли правительства или областного правительства в отношении благоустройства. Поощряете общественников, но понимаете, что они глобально не изменили ситуацию. А сами вы в этом процессе участвуете? Голосовали, например, за объекты благоустройства 18-го числа? Нет, не голосовал. Почему, Ази Савельевич? Объясню, почему. Я об этом все время говорю, но еще раз отвечу. Я не считаю, что точечно можно развивать и нужно развивать город. Даже пусть этих точек будет 10. Я считаю, что нужно сначала разработать концептуально концепт развития города, утвердить его и уже дальше, в соответствии с этой концепцией, точно развивать город. Потому что в городе есть проблема не только благоустройства парков, в котором я согласен, что их надо благоустроить, но есть проблема общественного транспорта. Есть проблема дорог. Есть проблема школ. Есть проблема строительства. И когда я их называю, я их называю не для того, чтобы показать, какой я осведомленный или какие негодяи работают в городской администрации. А я хочу сказать, что нет концептуального подхода к развитию города. И если вы помните, когда вы меня спрашивали про Ковалева, я вам говорил, прекрасный специалист в области бюджетного финансирования. Но я ее не знаю как специалиста по развитию социально-экономических систем, территорий. Это полностью подтверждается. Сегодня уже то время, которое она находится на посту главы, говорит о том, что я был прав. Это Зисагаев, он был прав в своем особым мнении, безусловно, мы его принимаем в нашей программе, потому что это ваше особое мнение. У пекрафона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо, до свидания.